привет друзья привет канал даже не знаю с чего начать я начну начну сначала сейчас у нас уже два часа дня я занималась сейчас тем что раскидывала объявление группам вконтакте на различных сайтах по тематике ищу работу в общем пришло все к тому что я поняла что нужно мне брать еще одну работу конечно много сил и времени отнимает мои основные виды деятельности до которым я работаю но получилось так что сейчас из-за этой самой изоляции заказов стало мало помните я вам говорила о том что мне поступил заказ на разработку логотипа и фирменного стиля на общем первый этап логотипа я уже сделала я нарисовала варианты уже отправила вчера заказчику я прямо кстати так плотненько села не было за несколько дней над этим вопросом поработала отправила в общем жду реакцию заказчика но я думаю выберут потому что на самом деле вариантов много есть которые мне нравится есть которые мне в принципе не нравится и как обычно на практике бывает то что не нравится дизайнеру то именно как раз и выберут ну как не нравится не потому что я там как-то с ошибками сделали с чем-то еще да просто есть другие варианты которые лучше и оригинальнее смотрится вот так наверное поэтому раскидала значит такое объявление что ищу работу но я не знаю если не предложат в штат если мне предложат куда-то идти на ставку то мне придется закрыть свои виды деятельности мне придется перестать работать и пэм со своим придется закрывать и ооо тоже придется закрыть потому что разорваться на все вот это я не могу но и насколько вы знаете основной вид деятельности моей это дизайн это графический дизайн я не интерьерщик не мебельщик я именно что связано с фирменным стилем связано с полиграфии сувенирной продукции макеты реклама наружная реклама в общем все в этом духе в этом стиле поэтому сложившийся вот сейчас ситуации до стране и в мире у людей более остро стоит вопрос о том что кушать да а не украшать как-то свои свой бизнес я не знаю заказывать логотипы делать фирменные стили да сильно сейчас сократилась та прослойка бизнесменов наверное организации которые могли себе и нуждались раньше в этом сейчас в общем-то насущные вопросы более остро стоят нежели до украшательства и дизайн у меня еще высшее образование экономиста в общем у меня есть диплом я закончила тюменский государственный университет но по этой специальности я ни разу еще не работала он мне нужен был для того чтобы я могла занимать руководящую должность то есть я всегда хотела и понимала что буду я двигаться в сфере дизайна да мне нравится моя работа мне нравится то чем я занимаюсь и для того чтобы я могла работать хотя бы начальником отдела мне необходимо было высшее образование экономическое соответственно я его получила как бы особо сложности это конечно не составила но диплом лежит не востребованы то есть по сути меня две профессии экономист и дизайнер но больше у меня конечно душа лежит дизайну но дизайн сейчас не лежит к дизайнерам не знаю посмотрим везде где возможно было все это дело разместила посмотрим какой будет отклик но пока есть ни одного звонка ни одного вопроса не в личку не так сейчас хочу пойти готовить сырники но сейчас на меня даже ноги не несут у меня какое-то такое состояние я не тот человек который впадает в депрессии и мне в принципе я не подвержена депрессиям но сейчас на самом деле какое-то такое вот уныние из-за того из-за того что на тебя давит груз вот тех же кредитов до платежей обязательств работа сильно сократилось вы поймите правильно я сейчас не денег там прошу ничего этого хотя у меня есть такие комментаторы которым это все кажется я сейчас как бы не плачусь и не денег выпрашиваю нет абсолютно я вам делюсь тем что сейчас принципе у меня в голове то что у меня сейчас на душе подходит сейчас очередные платежи но понятно на эти платежи у нас еще денежка есть но вот на следующий уже платеж у нас получается 50 процентов минус потому что как вы помните да и видео на снимала разговор говорила вам о том что игорь сначала вообще отказывались оплачивать да и этого месяца потом они договорились на том что сошлись на том с директором что ему платят один месяц полностью второй 50 процентов то есть соответственно 50 процентов на оплаты ипотеки у нас не хватает я рассчитывала что сейчас выберут логотип и в принципе мне работу эту оплатит и я как раз смогу пополнить вот эту недостающую часть и в принципе платеж по этому кредиту будет закрыт но как это быстро случится я не знаю и торопить я тоже не могу а на этой почве у нас начались конечно взаимонепонимание с игорем мы вчера очень сильно пугались в принципе да и не ругались и даже скандал это не было видимо накопилось какие-то вот моменты накопились и не вышли наружу сегодня такой день не что мы ходим молчим нет настроение ни на что если честно и вы знаете я не хочу подобраться одноименным каналам которые навели тут шорох да на весь youtube и вывернули свою жизнь наружу прополоскали свое белье и белье своих родственников на всеобщее обозрение скелеты есть в каждой семье и в каждой семье бывают и скандалы бывают непонимание бывают ругань без этого просто не бывает отношений понимаете если у вас все гладко значит в чем-то есть подвох значит что-то уже не так поэтому уподобляться каналом я даже не хочу их называть да но вы поняли я не буду и выносить свой ссор из избы тоже просто лишь вам скажу что в принципе как бы мы консенсусу пришли но возможно какие-то аспекты оставились еще не обговорены не выяснены мне кажется сейчас такая ситуация во многих семьях потому что многие семьи пострадали из-за вот этого вируса из-за короны вируса многие лишились доходов многие лишились зарплат у всех поменялся образ жизни да он стал совершенно иным совершенно другим и многие вот уже говорят и в том числе я сама ощущаю что сейчас поделилась на до и в процессе после пока еще нет когда наступит это после мы не можем с вами предполагать мы не можем с вами знать но хочется чтобы это после уже наступила поскорее и чтобы вот как раз таки в этом после было как можно меньше горечи боли и неприятностей как ни крути есть семьи которую затронула это беда и прям пришла бедой есть по ком-то прошлась она так знаете по верхам да сейчас шумиха идет о социальных выплатах мы не под одну выплату не попадаем и даже наши организации о и п тоже не попадает поскольку те параметры которые там необходимы для получения всяких этих компенсаций там кредитов и льготных периодов снятия налогов и туда-сюда в общем мы не подадим аспект не подпадаем мы даже с детскими пролетаем этими выплатами так как саша в мае в конце мая будет уже 17 лет то есть вообще никак знаете ходит такая картинка где мама а нет то есть тик тока мама выставляет вещи типа нам за тебя не заплатили потому что тебе там 16 или 17 лет так что все иди работай но и смех и грех конечно я всем сочувствую кого коснулась беда я понимаю ваши неприятности и хочу вас попросить добраться сил и как-то все-таки вытерпеть до конца пройти потому что ну это серьезное испытание для всех и для семей для детей и для супругов для работодателей для работников ну для всех понимаете нету ни одной сферы где бы это не откликнулась неприятностями вот совершенно ни одной сферы нет поэтому я вам желаю терпения сил бодрости оптимизма хорошего настроения чего я пока про себя не могу сказать у меня пока нет настроения нужно сейчас эти делать сырники я уже там подготовила сковороду подготовила ингредиенты ну вот знаете как то как то что то просто ноги не несут и все если честно сейчас такое состояние просто включить какой-нибудь хороший фильм спокойный не триллер и не сериал какой-то такой знаете хороший душевный спокойный фильм посмотреть добраться напитаться от этого фильма добротой поразмыслить и вернуться снова в жизнь у меня глаза сегодня красные красные от аллергии от того что я вчера много плакала но как вам сказать не у всех все идеально и у нас тоже так что я думаю мы померимся обязательно ну как мы общаемся мы разговариваем но вот какие то вот знаете вот мое сейчас состояние хорошо опишет такая поговорка вилки нашлись но осадок остался так что вот так очень хочется надеяться на то что мои объявления найдут отклик что найдется тот кому необходимые мои услуги дизайнера и я с новыми силами с вдохновением займусь работой честно я вам скажу хорошо позанималась вчера логотипом я вам покажу варианты и наверное я покажу как они выглядят вот вставлен джипеги может быть может на экране посмотрим если с камеры снимать то экран немного ребят поэтому сейчас посмотрим ну и что воргает уже батарейкой поменяю сейчас и иду делать сырники по логотипам у меня получились вот такие вот варианты в общем здесь есть элементы которые конечно повторяются есть горизонтальные есть вертикальные логотипы есть те которые мне нравятся есть те которые мне не нравятся посмотрите мне будет интересно расскажите может быть вам что-то понравилось может у вас где-то зацепился взгляд называется магазин новострой и было сложно работать в плане того что читается смотрите как новости из-за этого сложность и в подборе шрифтов и вообще в принципе в графических элементах но вот например вот эти два варианта мне нравится они такие достаточно интересные вот вот скажем вот этот да и вот этот то есть их можно по-разному использовать и в полиграфии в принципе сувенирной продукции ну а тут я выбрала основные такие элементы ну уже можно было по итогу на все в общем и в целом взглянуть и что-то уже выбрать для себя растения здесь наши продолжают расти пока что не процветать но кроме ипомеи наверное она очень хорошо идет здесь зашли помидорчики различные мы с вами сажали вот виагра там здесь петрушечка но она тоже потихонечку потихонечку помните я присыпала землю конечно из-за этого им сложнее сейчас пробиваться но ничего страшного пусть пробиваются закаляются укрепляются и здесь уже помидорчики вот всходят самый у нас здесь фаворит во всех этих растениях конечно ипомея она прям хорошо мощненько идет я вам каждый день ее показываю вообще в принципе наш огороде показываю делюсь а вот травка как-то она немножечко стала отставать хотя первая стартанула вот здесь вот что-то подсохла не знаю но земля влажная тут достаточно все хорошо в этом плане здесь под пленкой перец из ленты который мы садили но на им без названия а здесь вот уже наверное 44 всхода перчика которые мы садили декоративный на улице светит солнышко немножко прохладно где-то у нас в районе наверное там 20 градусов сегодня вчера было плюс 15 ну и вот уже какие-то адванчики по-моему полетели такой небольшой ветерок ну достаточно комфортно спрашивали сколько мы едим на свекольник я разделила свекольник на две кастрюльки мы его все еще едим одну кастрюльку съели потому что ну помните густовато на меня был и приступили как второй здесь купили сметанку как раз будет к этим сырникам саша пьет мажетель кефирский лежит здесь колбаска и сырок ну в общем то вот такое содержимое у нас холодильника тут я уже подготовила сковороду сейчас буду воду выливать и займусь сырниками у меня здесь вот такой вот творог першинские девять процентов собственно говоря из него и буду готовить добавлю два яйца сахар обязательно соль муки тоже так на глаз в общем и буду это дело жарить выпекать готовить так что на данный момент на повестке дня у нас сырники я немножко с бестолковила показала вам не все ингредиенты поэтому перри перри покажу вам заново так даже уже симпатичнее здесь две пачки творогов каждый по 450 граммов получается ну почти килограмм да ну не будем придираться я знаю что многие перетирают творог через сито я не перетираю просто беру вот такую картофельную мелку и немножечко вот ею так все это дело приминаю притаптываю значит здесь три-четыре ложки сахара 2 яйца ванилин обязательно немножечко дам муки и предпочтительно я люблю все-таки манку давать вот про нее то я вам и забыла сказать поэтому достала ее сейчас и решила вам обязательно об этом сообщить значит что сковороду я уже поставила разогреваться налью масло сюда даю все ингредиенты высыпаем сахар сейчас правильно будет все сухие ингредиенты смешать между собой и затем уже добавлять все остальное ванилин пошел маночка ну знаете на глаз потому что у всех творог разный и по-разному он себя ведет поэтому сейчас вот на глаз все и столовую ложку муки это дело надо хорошенько смешать все хорошенечко перемешали отправляю сюда яйца в контейнер насыплю чуть-чуть муки посмотрим попробую обваливать в муке вообще я обычно влажными руками формирую их и сразу выпекаю ну давайте сейчас попробуем вот таким способом ну и поскольку у нас здесь манка я хочу это оставить минут на 10-15 чтобы она немножечко набухла тогда вся масса будет более плотная и легче будет из нее уже формировать сами сырнички творог с манкой уже выстоялся можно приступать к формированию сырников я немножечко смазываю руки маслом набираю сырники беру вот такой вот шарик скатываем слушайте не нужна здесь мука я думаю они вот вполне себе и без муки хорошо формируются будем делать без муки потому что она горит и эту процедуру повторяем с остальным тестом я уже давно заметила что даже если брать творог одной и той же марки одного и того же процентного содержания жира каждый раз сами сырники получаются по-разному это зависит насколько творог видимо хорошо выдержан вылежать насколько хорошо его просушили процент содержания жира то есть там нюансов очень много вплоть до того что какую вы муку используете влажно она была или пересушенная или другой фирмы в общем каждый раз одинаково в любом случае не получится сделать обычно я беру где-нибудь ну по возможности мы берем конечно со скидкой стараемся но лучше мешать 9 проценты например да с каким-то другим ну вот у нас получилось что две пальчики мы по скидке взяли 9 процентов это на самом деле неплохо это очень даже хорошо значит будет еще вкуснее обычно из этого количества у меня получается ну на две сковородки я их не делаю маленькими я их делаю таким достаточно большими знаете маленьких можно съесть сразу много один за другим а вот большими можно одним прям наестся у меня здесь очень удачно получилось и большие и маленькие на любой вкус в общем сковородка нагрелась и я сюда уже выкладываю сами сырники я беру Пока сырники жарятся, я сейчас буду подготавливать посуду, куда буду их вынимать и обязательно сделаю пару манипуляций. На тарелочку обязательно кладу бумажное полотенце, оно у нас очень тонкое, поэтому я взяла несколько слоев. Сюда я выложу сырники и обязательно накрою еще полотенцем, оно сохранит температуру и впитает весь жир. Я хотела уже переворачивать сырники, но вижу, что еще нужно им дать постоять. Стараюсь их немножечко так подрумянивать, чтобы они не были совсем бледными, но и при этом оставались вкусными. Теперь, я думаю, уже пора их переворачивать. Вот, да, вот это как раз тот хороший такой цвет, когда они уже приготовились, но при этом остаются красивенькие. На этом этапе их можно накрыть крышкой и пусть немножечко потомятся под крышечкой. Я думаю, сырники уже приготовились, их пора вынимать. Аккуратненько выкладываю на полотенце. И обязательно накрываем вторым слоем. Здесь хорошенечко очищаю сковороду. Тоже полотенцем просто убираю лишний жир, который уже отработанный. Всегда жарю на свежем. Наливаю свежее маслице и выкладываю вторую партию сырников. Вторая партия сырников почти уже готова. Сейчас буду вынимать. Постояли они тоже под крышечкой. Ну вот, видно вам, да? Все, приготовились. Вынимаю. Обязательно выкладываю на полотенце. И, конечно же, накрываю еще сверху полотенцем. Мы поели сырники и выбрались с Сашей сейчас на улицу. Но здесь у нас, на территории дома. В общем, Саша хочет позаниматься немного спортом. Она уже в полном обмундировании попросила. Но предложила мне с ней сходить, подышать тоже воздухом. Такая тишина на улице. Смотрите, какие у нас березы. Эта березка уже так выросла. Сейчас на территории нет машин. Выходной день. Соответственно, парковка абсолютно пустая. Баллоны с газом стоят. Ну, возможно, пустые. С газом бы они не стояли, наверное. Сейчас иду, смотрю. Да, здорово я вчера проревелась. Прямо видно. Ну, в жизни и жизни есть. Разные в ней моменты. Мне кажется, все-таки это кедрики стоят. Такие шишечки вверх. По-моему, это все-таки кедр. Я вам снимала вот это вот, последнее. А вот тут, смотрите, как на кончиках видно. Березоньки. Здесь у нас таксопарк целый, автопарк. О, вижу лавочку. Сейчас мы туда приземлимся, пока совсем будет заниматься спортом. Извала с собой утяжелители. Ухи. Ох, нифига, комары проснулись, что ли? Да, наверное. Обалдеть. Все, вот мы только вышли, они уже кружат тут. Такие жирные. Не до комары. Не до комары. Небо красивое, вообще красивое. Не, а Сашка, это комары. И вон уже на тебя садятся. Вот представляете? Только вот вышли, все уже. Вон, смотрите. Помнишь, сколько лет с этим грузом? Не, уже нет. С первого года гимнастики. Еще гимнастические. Саша бегает, разминается. Меня здесь посадила с телефонами. В общем, вот здесь у нее задание, которое ей надо выполнить. А на моем телефоне секундомер. И у нее сейчас, и вон у нее сейчас разогрев получается. Музыка. Посадится. Сама. Музыка. Музыка. Смотрите, Саша подошла, и сколько их здесь вьется сразу. Саша разогрелась и принесла их с собой. Так, значит следующее мы делаем сейчас присед с выпрыгиванием 40 секунд. Да, их очень много. Давай. И слишком голодные. Спасибо. Стоп. Так, значит и вот здесь пишет три круга. Это то есть все надо повторить еще три раза, да? Вау. Значит... Да. Так, значит прыжок с приседом 40 секунд. Поехали. Поехали. Стоп. Так, 30 секунд отдых. Пока отдыхаешь, можешь охотиться за комарами. Так. Аааа. Ничего, у них зубы. Так, следующее. Попеременные выпады с прыжком 40 секунд. Раз, два, три. Поехали. Стоп. Отдых 30 секунд. Ты чем больше разогреваешься, тем больше они тебе это... Саша охотится на комаров. В общем, мы не дозанимались, нам не дали комары. Они просто, просто съедают. И мы идем, за нами такая толпа. И возле ног... Да, хоть и есть ветер, по идее не должно быть комаров. Ну, должно быть хотя бы меньше. Нифига. А Саша еще получается занимается, она разогрелась, кровь пульсирует. Ну, слышали, пульс почти 140. Быть точным 138. Естественно, они вон ее доедают. Так что, занятия спортом на улице, на севере, тоже весьма, знаете, сомнительное и сложное занятие. Есть риск быть съеденным. А они летают, у них аж зубы клацают. Да, вот ветерок небольшой есть. У тебя не продует? Делаю время и спорту час. Идем домой. Ну, ветерок вот хорошо. Но, тем не менее, он этих... Гнус этого не сдувает весь этот гнус. Прохладно сегодня. Сейчас 16 градусов на улице. Против тех 29 и 30, которые у нас были. Уже, можно сказать, холодает. Все. Обычно, знаете, какие шутки у нас здесь на севере? Все, лето кончилось. Неделя лето кончилось. Вот эти одуванчики летали. А у нас же тут малина была. А, вон она. Вон там у нас малина. И здесь где-то рос хрен. Что-то хрена не хрена опять. Такой высокий тут хрен был. Я помню. Ну и лопухи. Березонька наша. А вот тоже малинник. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»